Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копеин. И сегодня у нас в студии сотрудница Латвийского центра биомедицины и исследований, студенты биологического факультета Латвийского университета, магистрант Ксения Короткая и докторант Ольга Трофимова. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира у нас неизменные. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня они более научного будут, видимо, характера. Я, понятное дело, что уже в курсе, но для того, чтобы ввести слушателей тоже в происходящее, чем именно вы занимаетесь, что является предметом вашей разработки? Ну, вообще, лаборатория, в которой мы работаем, специализируется на вирусах. Их различным применением в разных сферах. Непосредственно мы сейчас заняты тем, что мы пытаемся применить вирусы в онкологии. То есть мы ищем способы лечения рака путем использования вирусов. И все это направлено также на иммунологию и на программирование иммунитета с помощью вирусов. Очень интересная разносторонняя тема. Но так как недавно мы столкнулись с такой проблемой, как COVID-19, то есть побочные, так сказать, увеличивления исследований в нашей лаборатории, еще и коронавирус. Да, мы тестируем различные покрытия антивирусные, которые разработали латвийские ученые. Тестируем, как они работают против вирусов. И также разрабатываем модель, которая похожа на коронавирус, чтобы можно было испытывать вакцины не на коронавирусе, а на похожей модели. То есть, в смысле, например, не на человеке и инфицированном коронавирусом, а какой-то модель в вакууме? Ну, не совсем так. Скорее, до того, как все это дойдет до стадии исследований на человеке, еще необходимо любому лекарству или вакцине пройти стадии преклинических исследований. Но так как работать, так сказать, с диким видом коронавируса – это довольно проблематично, опасно, тяжело, и у нас требует много ресурсов, мы пытаемся создать такую модель, которая как бы имитирует свойства коронавируса, но при этом достаточно безопасно в использовании. И это намного упростит работу нашим коллегам, которые непосредственно ищут от него лекарства и вообще ускорит процесс. А как вообще тогда создавать такую модель, если вся задача в том, чтобы не работать, вот как вы выразили, с диким вариантом коронавируса? Как создать эту модель, которая будет при этом похожа? То, что делают наши лаборатории, это создают псевдомодель, берут другой вирус, который может принимать оболочку коронавируса. То есть генетическая информация другого вируса, который не самореплицирующийся, более слабый вирус, генетическая информация другого вируса, ретровируса, а оболочка – это знаменитые спайки коронавируса, то есть антитела, вакцины, которые работают именно против оболочки коронавируса, можно проверять не на коронавирусе, а на более безопасной модели. Ну, то есть, говоря простым языком, вы просто надеваете маску коронавируса на более безопасный вирус. Хорошо, а вот относительно лечения рака и других болезней с помощью вирусов, я понимаю, что это сложно, наверное, это будет объяснить, не уходя в какие-то глубины, но если всё-таки попытаться, как это предполагается, что это работает? Ну, вообще идея очень простая. Вирус сам по себе – это, так сказать, уникальная созданная природой машина по доставке своего генетического материала в клетку. То есть, это цель его существования – проникнуть в клетку и доставить туда свои гены, и потом из этих генов соберутся его потомки, так сказать. И мы используем это свойство, мы зашиваем вирус нужные нам гены, чтобы он продуцировал нужные белки, которые потом наш иммунитет распознают и активизируются, и направят все свои силы на борьбу с опухолью. То есть, таким образом, как бы вирус сам по себе убивает клетку, так мы ещё и программируем иммунитет бороться с раковой клеткой, и таким образом мы получаем, так сказать, такой дуальный удар по раку. То есть, это не вакцина в том плане, что если человек уже болен раком, ему можно ввести этот вирус, и он излечит его идеально. Да, это как альтернативная терапия, химиотерапия, то есть, которая, возможно, в будущем будет применяться вместе с ней, усиливать её эффект, потому что вообще сейчас иммунотерапия рака – это очень, так сказать, актуальная тема, и сейчас это направление очень развивается активно, и вот даже какие-то лекарства уже прошли в клиническую практику, применяются успешно на пациентах, так что у этого довольно всё перспективно и большое будущее. И насколько Латвия вот в этом вопросе, она, не знаю, среди лидеров или среди первопроходцев? Вообще работа с вот такими вирусными векторами, она ведётся по всему миру, и вот мы работаем непосредственно с альфавирусной системой, то есть конкретным вирусом, но есть и множество других вирусов, которые тоже используют и пытаются использовать в этом направлении. Конечно, у каждого есть свои аспекты, то есть, ну вот, например, в 2015 или 2016 году, если я не ошибаюсь, был в клинической практике зарегистрирован первый препарат на основе вируса Герпеса для лечения меланомы, то есть он показал свою эффективность на пациентах, но, конечно, там тоже есть свои сложности этой терапии, как то, например, что мы все знаем, что у большей части населения встречается иммунитет к Герпесу, и так что, ну да, да, это... Ну, в данном плане я почему спрашиваю про насколько Латвия первопроходца, потому что, с одной стороны, вроде как это новая получается вещь, практически ещё не применяемая в широкой практике, и было бы, конечно, здорово, если бы Латвия была одной из первых стран, представители, которые это придумали, реализовали, это всегда приятно. Насколько это вообще возможно, учитывая, что всё-таки наука в Латвии, может быть, финансируется не так хорошо, как в некоторых других странах? Ну, этот концепт широко известен, и очень многие лаборатории по всему миру на разных вирусах пытаются что-то похожее сделать, и тоже мы не работаем в вакууме, у нас есть наши коллеги из Норвегии, которые... Мы работаем с раком груди, с моделью рака груди, они работают с моделью рака лёгких, и мы очень тесно взаимодействуем, сотрудничаем, спасибо, поэтому, конечно же, мы не будем быть единственными людьми из Латвии, если у нас всё получится, кто это сделает. Конечно же, у нас много коллег, которые нам помогают, и... Ну, и вообще, наверное, сейчас современная наука, она больше основывается на таком совместном решении проблемы, чем вот... Ну, то есть, то время, когда вот учёный один сидит в своей лаборатории и что-то дотошно изучает, оно уже немножко сменилось таким, скорее, коллективной работой над какой-то проблемой и таким синергией сил учёных со всего мира. Но вот хотелось бы добавить про уникальность, что вообще вот именно с альфавирусом, с которыми работаем, мы очень относительно мало лабораторий в мире работает, и у этой системы есть, конечно, свои плюсы, которые мы активно используем, и ставим на это, так сказать, большие ставки, что эта терапия будет успешной. Ну, и надеемся, что всё у нас получится. Один такой, наверное, самый логичный вопрос, который возникает, у меня как не у специалиста, по крайней мере, что если вводится какой-то вирус, вы там поминули герпес, ну, любой вирус, нет положительных ассоциаций с этим словом, то есть в опасности, так кажется, что рак вылечится, но появится какая-то новая хворь. Ну, для этого мы как бы генно-модифицируем вирус, то есть мы используем не дикий тип вируса, он полностью генетически изменён, он не может сам размножиться. То есть это такая универсальная машина, которая попадает в клетку, оставляет там свой генетический материал одноразовый и после этого умирает. То есть он не может создать себе жизнеспособных потомков, которые дальше будут заражать и заражать клетки всего организма. Ну и, конечно же, наш вирус, он такой достаточно спокойный, но его сравнивают с раком, это лёгкая лихорадка, может быть повышенная температура, но никакой не ВИЧ не спит. Ну, то есть поменять рак на головокружение, скорее всего, каждый бы согласился. Напомню, что у нас в студии сотрудница Латвийского центра биомедицины исследований, Ксения Коротко и Ольга Трофимова, говорим о том, как латвийские учёные используют вирусы для борьбы с раком и изучают коронавирус. Я, насколько понимаю, эти исследования, особенно в онкологии, они уже не первый год длятся в этом Вашем центре. Нет. То есть, когда коронавирус появился, вот эта пандемия была объявлена, и как это вначале повлияло на Ваши работы, и когда Вы увидели, что вот есть эта связь между COVID-19 и вирусом, которым Вы пользуетесь, насколько Вы распределяете ресурсы теперь? Ну, так сказать, когда появился COVID-19, вирусология снова стала очень актуальной темой в обществе, потому что в какой-то момент это была, так сказать, не самая популярная тема в науке последние годы, а тут внезапно мы снова столкнулись с такой проблемой, и вопрос стал очень острый. И, ну, как бы у нас в лаборатории, ну, то есть я в основном занимаюсь больше частью, связанной с онкологией, Ксюша сейчас больше занимается именно коронавирусом. Проверка антивирусных каких-то поверхностей средств, но так как мы не слишком рассчитываем, что коронавирус будет долго, потому что этим сейчас занимаются абсолютно все учёные по всему миру, все и какие-то физхимики, органические химики, абсолютно все учёные сейчас делают что-то против коронавируса, поэтому, ну, и наш основной всё-таки вектор развития – это рак, а коронавирус скорее мы помогаем, чем можем, чтобы эта проблема быстрее решилась, но всё-таки рак – это наше основное занятие. Да. Помогаем, чем можем, но это тоже какое-то координированное сотрудничество, то есть есть какой-то, я не знаю, центр европейский или мировой, и я просто пытаюсь понять, как это сотрудничество работает. Нет ли такого, что вот этой проблемой работает сразу несколько центров, и в итоге вот эти ресурсы, которые вкладываются именно в коронавирусную проблему, окажутся выброшены, к сожалению, впустую? Конечно же нет, потому что наши проекты, связанные с коронавирусом, это всё финансировано латвийским правительством, и это объединяет учёных из Латвии совершенно разных отраслей, и, конечно же, даже если кто-то там за морем придумает антивирусные покрытия от рака, они сразу это запатентуют, и нам будет сложно это использовать, поэтому, конечно же, надо вкладывать в наших учёных, которые делают роботов, которые будут дезинфицировать больницы, которые создают новые лампы дезинфицирующие, и мы помогаем тем, что мы это всё проверяем против вирусов. А у нас и такие разработки в Латвии тоже есть. Даже нейросети, которые смотрят, насколько правильно вы моете руки. Да? Да. Это всё вот в нашем центре. Нет, это не в нашем центре, у нас, так сказать, у нас проект коллаборации, непосредственно связанный с коронавирусом, с несколькими институтами, в том числе и с РТУ и… РТУ, институт органического синтеза и институт из Елгова, много разных латвийских университетов, очень много разных организаций, всё это в одном проекте, учёные очень… Мне кажется, это очень правильно, что все взаимодействуют друг с другом, новые знакомства, потому что, конечно же, если мы будем сидеть в одном институте, в одной лаборатории, вряд ли мы придумаем что-то новое, если мы будем взаимодействовать, больше вероятность, что мы изобретём что-то новое и нужное. Насколько, вот тоже вы упомянули, что иммунология не была… Иммунология, пардон, вирусология не была актуальной, актуальным направлением в науке в последнее время, и COVID-19 это всё актуализировало. Если говорить конкретно про Латвию, вы ощутили большую какую-то заинтересованность государства, поддержку, может быть, финансовую, именно после мартовских событий? Да, определённо. Ещё так, мы одни из немногих в Латвии, которые работают с вирусами животных, достаточно многие лаборатории работают с вирусами бактерий, бактериофагами, но вирусы животных – это более сложное, нужно более дорогое оборудование и специально обученные персоналы, это, в общем-то, намного более дорогие исследования, и сейчас мы ощущаем то, что мы одни из немногих, кто может проверить именно какие-то противовирусные препараты против вирусов животных, спрос очень возрос, работы стало намного больше, но, конечно же, мы рады, что вирусология снова вернулась в топ востребованных отраслей науки. А сколько у вас сейчас в центре работает? Ну, примерно, если человек… В центре во всём или… Ну, да, в отведенном центре биомедицины, если этого не есть. Сложно сказать, но я думаю, больше 100 человек, 200 может. А в направлении, которое вот вас… Но в нашей лаборатории сейчас 4 человека. 4 человека сразу и с раком борются, и коронавирус исследованы… Ну, 4… Ну, 5 недавно присоединился, ну, как бы… На вскидку кажется, что маловато. Да, да, в этом есть. А с чем это связано? Это другие проекты? Больше людей забирают или… Мне кажется, это связано непосредственно с недостатком средств, потому что людям уже с образованием в достаточно квалифицированном каком-то области, как бы хочется получать какую-то отдачу, а если большая группа, которая может действительно бросить силы прямо на… То тут идёт вопрос о распределении ресурсов, которые достаточно ограничены. И вот поэтому у нас такая довольно маленькая группа, и мы стараемся успеть всё усидеть на всех стульях. Ой, к тому же у нас очень… Как я уже сказала, у нас очень дорогие исследования, у нас очень много стоит реагенты, очень много стоит оборудование, и если какие-то другие… Мои знакомые из других отраслей науки могут из проекта тратить условно 70% на зарплаты, то у нас это 50%, и это считается уже очень хорошо. Так что у нас такая очень дорогая отрасль. Тоже вопрос, который не могу задать. Есть такой стереотип по науке, что им занимаются такие люди уже взрослые, 50-40 лет, которые в лабораториях. Вы две молодые девушки. Во-первых, как вы вообще попали? Вы сразу в такие исследования? И вообще, насколько у нас молодые учёные актуальны, или у нас нехватка молодых учёных, как, например, нехватка молодых педагогов или молодых врачей? На самом деле у нас очень много молодых специалистов, и вот именно студентов магистрантуры и докторантуры очень много, по крайней мере, в нашем центре биомедицины, не могу отвечать за другие институты. У нас очень много молодых специалистов. Наша начальница тоже очень достаточно молодая женщина. И так что, мне кажется, у нас всё очень хорошо развивается. И если есть какие-то более опытные люди в более зрелом возрасте, их не так много, и их опыт очень помогает, но не навязывает старую стигму и не мешает развитию в целом. Как мы попали? Ну, как-то, наверное, у нас просто всегда у обоих был интерес к этому, и мы как-то даже интуитивно просто двигались в этом направлении. То есть, ну, я вот закончила магистров-стратанин в фармацептике, но как-то меня больше тянуло в сторону вот больше академических исследований, и как-то так сложилось, стало очень интересно, осталось работать, пошла в докторантуру. Думаю, у Ксюши примерно похожая история. Ну, я с первого курса бакалавриата хотела где-то работать, и так получилось, что я написала своей начальнице, она меня позвала, рассказала, чем они занимаются, меня это очень увлекло, и вот уже два года. Всё ещё такая случайность счастливая, но это меня очень увлекло, и другие специальности, хоть меня иногда зовут, меня не привлекают больше. Да, потому что это, конечно, очень интересная и увлекательная отрасль. Ты каждый день занимаешься чем-то, что ещё никто не делал в мире до тебя. То есть, тебе постоянно надо как-то придумывать что-то новое, думать, и, мне кажется, очень, ну, такая одновременно специфическая, но очень интересная отрасль, и сложно когда-то в это уже этим проникся, променять на что-то другое. То есть, вот этот латвийский центр, он, ну, не знаю, насколько специально, но получается, что подбирает себе молодых специалистов? Ну, это ещё связано с тем, что сейчас в мире такая тенденция, когда дают деньги на науку, специально говорят, что вы должны взять студента бакалавриата, студента магистрантуры, студента докторантуры и одного постдока. Сейчас это очень большая тенденция, и, конечно же, студенты сами рвутся и просятся, так что это какое-то взаимное желание и работодателей, и молодых учёных работать вместе. А бывает какое-то такое ощущение внутреннее, что хотелось бы, чтобы рядом был человек более опытный, чтобы можно было задать какой-то вопрос, или наоборот, может, не было такого ощущения, но вот провели какой-то эксперимент, а потом уже поняли, «ммм, тут какая-то очевидная вещь, которую мы должны были знать, но...» Вот да, вот да, постоянно, постоянно. Мы обычно очень много начальниц задаём вопросов. И вообще-то, как я уже сказала, то, что ты занимаешься тем, что часто, что, по сути, ещё никто не делал, то есть у тебя нет руководства «делай, делай, так будет хорошо». Ты сам постоянно это вот для себя изобретаешь и придумываешь. И, конечно, если бы кто-то к тебе подошёл такой воображаемый и сказал, вот, знаешь, надо так-то и так-то, и будет всё, всё вот объективно, классно, но, к сожалению, так не работает. Это и хорошо, и плохо. То есть, это добавляет своего интереса, но и стресса в каких-то вещах. Если вернуться немножко назад, была такая фраза произнесена, что коронавирус ненадолго. И, Ксения, ты так думаешь, что, ну, решиться эту проблему достаточно скоро? Ну, мне кажется, что за пару лет это должно всё решиться, в отличие от рака. Но ненадолго. Это очень релативное понятие. Ну, просто сколько мы уже боремся с раком, это уже десятилетия, даже больше. По-моему, коронавирус, это вот за пару лет всё утихнет, найдут вакцины, особенно то, что над этим, правда, работают абсолютно все учёные, каким-то образом все в это ввязаны, все с этим связаны. Поэтому, мне кажется, очень... за пару лет это точно всё решится. Ну, это тоже как бы такой вопрос. То есть, решится либо мы научимся с этим мирно сосуществовать, как с гриппом, например, либо действительно изобретут эффективную вакцину, которая поможет нам сделать иммунными коронавирусу большую часть населения, что, конечно, наверное, самый лучший расклад. Но как бы тут нельзя загадывать, потому что никто не знает наверняка. Хорошо, что я это уточню, потому что, конечно, ненадолго для учёного, это немножко другие сроки. Через неделю, да. Ну, через месяц. Пару лет, ну, пару лет, понятно, потерпим. У меня есть несколько знакомых учёных в других сферах науки, там, скажем, физики, и они, ну, зачастую мне говорят, что когда есть возможность поехать на какой-то европейский проект, куда-нибудь, ну, у меня там знакомый ездил, скажем, в Швейцарию, в Патронной Калайдере работать, вот это был международный такой большой проект, то всегда это предпочтительнее и в плане заработка, и в плане каких-то научных открытий, и в плане просто интересных. Ну, в общем, практически во всём, это кроме каких-то, может быть, бытовых вопросов, связанных с переездом. Понятное дело, что сейчас мы там не можем говорить о каких-то международных проектах с переездом именно в другую страну, но если мы вспоминаем ситуацию до пандемии, или в целом говоря, насколько вообще интересно было бы вам принять участие в таком международном проекте, или всё-таки вот своя лаборатория в своём городе? Ну, безусловно, интересно, это и новый опыт, и новые впечатления, и, так сказать, развитие так происходит, когда ты непосредственно обмениваешься опытом, знаниями с другими коллегами, а не сидишь в своём этом закрытом пузыре вот в одной лаборатории там с четырьмя людьми, и да, то есть, конечно, мне кажется, это в перспективе карьерного роста, это очень-очень классная возможность, которую надо использовать. Да, и нам повезло, что у нас есть коллеги из разных точек мира, и как Оля ездила в Норвегию обучаться, если бы не коронавирус, я бы тоже поехала обучаться, но с другой стороны, коллеги, которые к нам приезжают, например, коллеги из Норвегии, они сказали, что нам очень повезло, что у нас очень маленькая конкуренция, и, конечно, в Латвии у нас в науке достаточно спокойная такая отрасль, где не так много денег, поэтому не так много людей, и очень спокойно ты занимаешься, ты не думаешь о том, что кто-то сейчас тебя подсидит, кто-то тебе что-то не расскажет, у нас очень спокойно, у нас достаточно хорошие условия, чтобы спокойно работать и заниматься тем, что ты хочешь. Возможно, это чуточку замедляет развитие, а может быть, с другой стороны, это как-то способствует развитию, трудно сказать. Ну, то есть, если мы сравниваем Латвию с той же Норвегией, или другую страну, где лучше финансируется наука, то Латвия более такая дружелюбная и спокойная страна, где больше сотрудничества между собой. Да, вот как я уже упомянула, что такой вот свой закрытый пузырь, которым мы, в принципе, все плюс-минус знакомы, знаем, ну, по крайней мере, те, кто занимается похожими отраслями, мы, конечно, контактируемся друг с другом, это не настолько глобально развитый, как во многих странах, индустрия, так сказать. 67-212-93-9, 67-213-93-9, это телефоны прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы. У нас в гостях сотрудница Латвийского центра биомедицины и исследований, Ксения Короткая и Ольга Трофимова. Много мы говорили вот об исследовании, которое вы проводите, и ваша группа из теперь пяти человек, но вы упомянули очень много разных проектов, которые тоже, я так понимаю, в этом центре существуют. Есть ли какое-то... Когда вы выбираете, чем работать, это что-то, что сверху спускается, что вот у нас есть еще такая тема, хотите ли вы на этих поработать, или это ученые сами приходят, что вот, а мы вот хотели бы это изучить, как это происходит? Ну, сложно так однозначно ответить. Ну, в вашем случае, например, с коронавирусом, не с коронавирусом, а с онкологией, как это было? Как непосредственно я там оказалась? Ну, группа какая-то образовалась. Мне кажется, до этого, это было еще до того, как я и Ксюша начали работать в лаборатории, группа занималась вообще исследованием гемпатита, то есть тоже вирусы животных, которые инфицируют человека, и потом просто как альтернативность появилась вот этот вот интерес к применению вирусов именно в онкологии, и как-то со временем переключились больше в ту сторону исследований. Ну, то есть это было внутри группы? Да, 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 просто, так сказать, естественным потоком вещей как-то интерес вот завел до того, что переключилась немножко вот этот вектор исследований, но с коронавирусом, конечно, немножко по-другому получилось. Да, но как-то так. Говоря об институте в целом, есть очень разные направления. Многие группы специализируются на вакцинах непосредственно, и вот сейчас они очень активно работают над коронавирусной проблемой. Есть несколько групп, которые тоже специализируются на иммунологии, рака. На биомаркерах рака. Да, на биомаркерах рака и на... Есть группы, которые специализируются сейчас в биоинформатике, микробиом человека. Есть группы, которые больше занимаются альцгеймером. Есть группы. У нас очень разнообразные группы, всегда очень интересно, всегда можно найти какой-то человек в институте точно знает что-то, что тебе надо. Надо этого человека только найти. Да, это бывает сложнее. Но, конечно же, не бывает такого, что мы решили, ой, сейчас я хочу полностью уйти в другой отрасль, делать что-то другое, потому что, конечно же, то, чем мы занимаемся, требует подготовки, времени, чтобы ты обучился работать. Мы работаем с клетками животных, это всё надо обучаться, это занимает месяц, и пока ты методики новые освоишь. И, конечно же, обычно, если человек начал работать в одной группе, он там и остаётся, потому что уже настолько погружаешься в этот процесс, вглубь этого всего, что поменять что-то уже не хочется. Не, ну, конечно, такая возможность всегда остаётся, просто это требует каких-то вложений, усилок для твоей стороны и нового опыта совершенно. Но если вдруг внезапно мы завтра проснёмся, осознаем, что надо срочно поменять с онкологией нашу тему на... Бактериофагии. На бактериофагии, то, как бы, я думаю, что это, конечно, возможно, но нас пока всё устраивает. Тоже не могу не задать этот вопрос, особенно учитывая, что вы упомянули, что это госфинансирование. Есть ли какие-то критерии вообще оценки работы? То есть, понятное дело, что проблему рака до сих пор не решили все учёные мира за несколько десятков лет, было бы глупо этого ожидать за пару лет в маленькой лаборатории в группе из четырёх человек. Но есть ли наверняка какие-то, что надо к этому сроку сделать вот столько? Или это всё-таки творчество и свободные процессы? Всегда, можно сказать, мы пытались, просто не получилось. Ну да, в науке всегда есть такое. То есть, ты можешь очень рассчитывать, что за год ты получишь такие-таки результаты, но на практике оказывается совершенно другое. Очень часто процессы оттягиваются, так как ты сам не ожидал. То есть, тут, конечно, очень большой фактор играет такая творческая вот эта часть работы, но с другой стороны, вот, например, говоря о коронавирусном проекте, то есть, там из-за того, что это такая экстренная ситуация, острая, то у нас вот есть непосредственно очень сжатые сроки, когда вот нам надо сделать, например, вот эту модель для проверки. и как бы, то есть, тут все очень зависит. Зависит от... Ну вот с онкологией какие есть критерии, не знаю, потому что с коронавирусом, да, это действительно понятно, это такая внезапная, чрезвычайная ситуация. с онкологией, вот если досмотреть. Ну, когда ученые подают проект, есть какие-то вещи, которые они обещают, и там есть такой раздел, как факторы риска. Когда ученые оценивают, почему то, что он обещает, может не получиться, и что он будет делать, если произойдет этот риск. И это все очень подробно прописано и продумано, и поэтому-то и дают деньги. Это очень... Подготовить проект — это очень большая работа, которой занимается наше начальство. И понятное дело, что есть какие-то вещи, которые в проекте были обещаны, и мы их достигли. Но другое дело, что это наука, когда ты узнаешь ответ на один вопрос, появляется здесь новых вопросов, и нельзя сказать, что мы что-то полностью исследовали или что-то стало полностью понятно. Мы получили хороший результат, и у нас появилась куча новых вопросов, и нужно еще исследование. Это все такой нескончаемый процесс, конечно же, но, конечно же, должны быть позитивные результаты, чтобы правительство нас финансировало. И опять тут хотелось бы добавить насчет позитивных результатов, что негативный результат науки — это, конечно, тоже результат. И вот, возможно, сейчас такая очень широко обсуждаемая проблема в научном сообществе, что свои результаты принято публиковать и делиться, чтобы общественности, коллеги с другой части земного шара тоже бы их узнали и как-то могли бы спланировать свою работу. То есть, например, они прочитают, вот у них получилось то-то, то-то. Ого, мы можем там применить это так-то, так-то, и получится что-то совершенно новое. Ну, то есть, так происходит взаимодействие ученых со всего мира. Но тут хотелось бы добавить, что все любят делиться позитивными результатами, когда что-то получилось. Однако негативные, то есть, вот это огромное количество работы, которое у тебя просто не получается, когда ты пробуешь из раза в раз и получаешь негативный результат, он обычно нигде никак не афишируется, не публикуется. Это тоже плохо, с одной стороны, потому что это позволило бы очень часто ускорить и сам исследовательский процесс, и, возможно, кому-то избежать каких-то повторений одних и тех же ошибок в будущем. Ну, просто, почему мне кажется, что и публикуется реже, ну, естественно, одна из причин, это какая-то там ущемленная гордость или нежелание делиться поражениями, но ведь это еще что, на основе этих результатов было бы сложно написать статью, ведь основное какое-то распределение и публикация всех результатов, это же через научные журналы, если я правильно понимаю. Да, да, из-за слова. И обычно ты пишешь там, вот мы хотели сделать это, вот он ход эксперимента, в конце у нас получилось вот это, вот они выводы. А если ничего не получилось, то треть как бы статьи пропадает, получается. Ну, тоже можно сделать какие-то выводы. Другое дело, что я почти уверена, что научный журнал не примет такую статью, потому что зачем им такое публиковать, но нам бы в нашей работе было намного легче, если бы в статье было написано, что ученые делали, у них не получилось, а что получилось. Да, то есть вот эти 90% проб и ошибок, которые остаются, так сказать, за кадром, они, конечно, тоже бы вносили свою лепту, безусловно, в ускорение прогресса. Если говорить вот про публикации, вот сотрудничество, опять-таки, мирового сообщества, опять-таки, поправьте меня, если я ошибаюсь, ученые, они после того, как публикуют, во-первых, до публикации в каком-нибудь журнале научном, они проверяются неоднократно, и потом, после, у всех ученых тоже есть возможность перепроверить данные, отправить и так далее, но это уходит какое-то время, то есть я не схожу про все науки, я точно знаю, что в математике, чтобы зарегистрировать какое-то решение теоремы или какое-то новое доказательство, год или два дается на то, чтобы все ученые проверили и сказали, да, тут нет ошибки. Но с коронавирусом, вы сами сказали, это все ускоряется, вот нет ли здесь опасности, что какие-то выводы, какие-то ошибки, какие-то просчеты будут незамечены из-за того, что все просто хотят как можно быстрее найти выход? Да, вот мы как раз когда шли обсуждали этот вопрос сюда, что с одной стороны, конечно, очень здорово, что сейчас мировое сообщество бросило все силы на борьбу с этим, с другой стороны, нельзя забывать, что когда мы говорим об исследовании лекарств или вакцины, это все-таки процесс не одного дня, и он достаточно длительный, и он требует очень длительного, даже если вакцина или лекарство зарегистрировано, то потом нужны года на то, чтобы оценить эффективность популяции массово, и спешить в таком, история знает много, несколько случаев, когда подобная спешка оборачивалась не самым лучшим образом, если не сказать, что массовыми трагедиями, и тут как-то надо придерживаться какой-то золотой середины, чтобы одновременно не спешить с какими-то слишком поспешными выводами, но и при этом делать максимально, что возможно для данной острой проблемы. Наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонок, давайте мы его примем. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, можно ли коронавирус перевозить из страны в страну, ну, в виде, там, в контейнере, либо, там, внутри какого-то животного, ну, чтобы распространять, вот, целенаправленно. спасибо. Вот, не знаю, что это является частью вашего исследования, и вашей... Ну, как бы, пока что коронавирус прекрасно справляется... Ой, извините. Да. Коронавирус, как бы, прекрасно справляется с распространением и без контейнеров, как мы видим. Ну, в целом, теоретически, это такой вирусный терроризм. Конечно, это возможно, то есть, ну, любой вирус, он, как бы, это вполне что-то физическое, то, что ты можешь, ну, каким-то образом перевести, то есть, это не воображаемые какие-то частицы в воздухе, а вполне материальная вещь, которую, ну... Мы свои альфавирусы тоже отсылали. Признание в вирусном терроризме в прямом эфире. Ну, нет, конечно, это по... Сугубо научных целей. Да, да, да. А, тоже такой, не могу задать вопрос. Понятное дело, что, с одной стороны, вот, все это внимание вообще к сфере вирусологии в целом, оно, наверное, приятно, что работа ценится, уважается, но при этом появилось сразу в интернете и вообще в обществе огромное количество вдруг появившихся специалистов в вирусологии, которые говорят какие-то вещи, которые вам, как специалистам, наверняка кажутся, там, не знаю, очевидным вредом, но вам сложно объяснить это людям, у которых нет такого образования, как у вас. Вот у вас было это чувство какой-то фрустрации, как вы с этим справлялись первое время? Ну, не то, чтобы фрустрации, но иногда, но это привычно же, что в интернет надо включать критическое мышление, что очень много из информации, которые пишут, ей просто не надо доверять. Так что... То есть, не было такого, что вы потратили годы своей жизни, опыт и так далее, а потом приходит просто какой-то человек и такой, да, это все... Нет, мы же все знаем, что в интернете довольно много экспертов по всем вопросам, но нет, мне кажется, особенно сейчас это такая острая тема, и люди столкнулись в первый раз с таким неизвестным, ну, как бы известным, конечно, наша цивилизация переживала уже множество эпидемий, но просто в современном мире это такая действительно экстренная ситуация, и то, что люди очень эмоциональны и по-разному реагируют, и не всегда эти эмоции, они подкреплены какими-то фактами или еще чем-то, мне кажется, это довольно естественная реакция для, так сказать, человека, возможно, что когда включаются сильные какие-то переживания или эмоции, то вот тут какие-то факты немного уходят на второй план, то есть это можно понять. Конечно, интересно, что теперь каждый раз, когда ты говоришь, где ты работаешь, тебя спрашивают, что ты думаешь про коронавирус, и это новая тема, когда надо раз за разом повторять людям одно и то же, это, конечно, чуточку нового добавило, но... Теперь у вас будет видео с радио, можете его сразу отправлять. Есть ли что-то, ну, кстати, кроме что-то, есть ли что-то, что вы хотели бы, чтобы все люди, которые там интересуются коронавирусом, чтобы они про него знали, потому что это вопрос, который постоянно задается, и уже надоел на него отвечать, или какой-то нет такой... Коронавирус существует. Да, коронавирус существует, он вполне физический, материальный. Это основной вопрос, существует ли коронавирус? Но когда-то было очень, так сказать, распространенное мнение в интернете, что... Ну, мы даже не дадим, среди знакомых. Нет, меня спрашивали, да, существует ли коронавирус, что еще спрашивали. Ну, спрашивали, насколько вероятно, что его сделали в лаборатории, конечно. А насколько? Крайне маловероятно. Да, смотря как мы долго делаем очень простой вирус, коронавирус настолько сложный вирус, у которого очень много протеинов, которые там непонятно зачем, потому что вроде бы... Ну, мы не понимаем их функции, если это правда сделали люди в лаборатории, они были очень-очень-очень умными, я не представляю, как долго они это делали. Ну, и как бы просто природа эволюционирует, а вирус как часть природы, оно постоянно путем каких-то проб и ошибок меняется, это естественное положение вещей в живой природе или неживой, смотря к какой мы относим вирус. Ну, то есть... Эволюция вируса происходит намного быстрее, чем ученые успевают работать, потому что, ну, как мы знаем, грипп эволюционирует каждый год, меняется. Ученые, ну, вот у нас тоже примерно уходит год, чтобы какой-то новый ген добавить нашему вирусу одному, который мы уже прекрасно знаем, он изучен, мы с ним работаем много лет, но все равно... Ну, я не простила. А с другой стороны, тут хотелось бы еще добавить, что часто вот эти дезинформации в интернете и вот эта вот эмоциональная и общественная реакция на многие вопросы, это такой тоже двоякий аспект, то, что часто это может провоцировать какие-то опасные решения в обществе, как там отказ, например, носить маски или еще что-то, что может быть обернуться в массовости своей какими-то достаточно высокими рисками. Давайте мы еще успеем принять один звонок. Да, здравствуйте. Да, добрый день, извините, так слушаю вас через интернет, поэтому, наверное, с задержкой и, может быть, не всю передачу слушал, но переслушаю обратно. Вот тоже свое, ну, не экспертное мнение, а есть какие-то вопросы вот про коронавирус, которые я бы хотел узнать, полный дилетант в этом, но есть как бы два таких серьезных вопроса. Вот как я послушал одного то ли инфектолога, то ли, я не помню сейчас, в прямом эфире, разработчик вакцин, который сказал, что вакцины мы вообще уже давно все придумали как платформа, как база, да, у нас она уже есть, да, и на эту платформу мы навешиваем вот какие-то там штампы, которые могут быть от коронавируса. Поэтому что-то главное, главное это проверено, что человеку уже хуже не будет, вот там, как прививка от гриппа. Вот, ну, на этой базе платформы уже сделана в России вот эта вот прививка. Поэтому хуже, как тесты прошло, не будет. Но и лучше, он говорит, может быть, тоже не будет. И второй вопрос, почему Швеция пошла совсем другим путем? И вот, хотелось бы тоже вот журналисту Андрея, да, вас зовут? Нет, Артем. Артем, Артем, извините, Артем, у вас вопрос тоже. Если можно было в эфире вот узнать мнение с Швецией, вы могли бы связаться, вот трех человек, интересно было бы послушать, это врач со Швецией, учитель бы какой-нибудь и таксист. Вот вывели бы вы их в прямом эфир, чтобы можно было бы мы задали бы им вопрос. Спасибо. Спасибо за предложение. Ну, мы стараемся связываться с представителями разных стран. Вот на прошлой неделе и Франция, и у нас были тоже и другие страны. Ну, Швеция тоже хороший пример. Но вот вопрос вам, действительно, про коронавирус. Я слышал, я видел, как вы кивали, так согласно. Да, да, действительно, безусловно, этот процесс разработки вакцин, то есть он не так, что мы начали, наши коллеги начали придумать абсолютно из вакуума эту вакцину, то есть у них есть какая-то модель, которая, по сути, работает. И меняется, так сказать, только ее начинка, которую... Ну, потому что коронавирус, он уже существовал до этого, это как бы его очередная версия. Не совсем так. То есть, скорее, есть какие-то базовые принципы, как разрабатываются вакцины, но вакцина непосредственно от каждого специфического заболевания, она, это отдельный частный случай. То есть, есть какой-то, так сказать, вектор вот этой вакцины, в которой просто путем каких-то химических и биологических модификаций вшивается то, что непосредственно от чего она должна быть направлена. И, естественно, это годами разрабатывается, это очень длительный процесс, и поэтому сейчас вообще возможно, то, что мы эту вакцину от коронавируса получаем на самом деле в невероятно сжатые сроки, как это обещают. То есть, это феноменально быстро, если это действительно она будет готова через год, потому что уже есть огромное количество наработок до этого. И, ну... Ну, я бы хотел спросить по поводу вот этой феноменальной скорости, потому что, действительно, когда коронавирус только появился, вот весной, в феврале, говорилось о том, что не ожидайте слишком быстро вакцины, потому что обычно они разрабатываются в течение пяти, а то и десяти лет. И вот сейчас, год спустя, мы уже там несколько сразу в мире стран проходят какие-то уже там третьи стадии тестирования. Пока, конечно, хочется верить, что уже скоро появится, но пока никаких гарантий нет. Но в любом случае это в разы быстрее, чем обещалось. Это связано именно с тем, что все ученые всего мира на этом сконцентрировались, или это какая-то тоже доля везения в этом есть? Ну, это связано с тем, что все ученые со всего мира на этом специализировались, и к тому же раньше ученые, которые разрабатывают сейчас вакцины с коронавирусом, разрабатывали просто другие вакцины, у них уже была эта платформа, как правильно сказал слушатель, и они просто добавляют какие-то протеины, которые свойственны коронавирусу. Но что с коронавирусом интересно, что все вакцины достаточно нового типа, хоть это и было исследовано до этого, но похожих вакцин очень мало в мире, и, например, вакцины, которые сейчас проходят третьей стадии исследований, очень многие из них, например, надо перевозить в жидком азоте, что достаточно проблематично. У нас сейчас такие вакцины не используют, насколько я знаю, но вот такие новые вакцины сейчас есть, и насколько это быстро будет, обещают к концу 2021 года, 2022. Ну и опять-таки, вот слушатель задал вопрос о том, что если есть уже какая-то известная работающая платформа, и мы меняем только, так сказать, ее незначительно, специфически нацеливая на какую-то отдельную болезнь, что это все уже достаточно изучено и безопасно, нельзя так однозначно говорить, мы никогда не знаем, немножко меняя что-то в молекуле, мы можем получить вообще, ну это, конечно, не очень вероятно, но это всегда присутствует такой риск, что мы можем получить абсолютно другого рода ответы, поэтому наука, это и такая долгосрочная, требует долгосрочных исследований, чтобы это все проверялось, чтобы это было безопасно, и чтобы, конечно, польза превышала вред. То есть, если так уже там подводя к концу, ваш прогноз, что вот через год? Ну, это самый оптимистичный прогноз, так... Просто столько вакцин уже на третьей стадии? На третьей стадии длится, вот они обещают, год-полтора она будет длиться, что очень мало и так, намного короче, чем обычно, но вот они обещают, год-полтора. Понятно. Спасибо большое, к сожалению, пришло время заканчивать, хотя, конечно, тема обширная, и про онкологию еще можно уговорить и про коронавирус, но, надеюсь, не в последний раз вы к нам приходите. Напомним, что у нас в гостях были сотрудницы Латвийского центра биомедицины и исследований, студенты биологического факультета Латвийского университета, магистрант Ксения Короткая, докторант Ольга Трофимова. Спасибо большое, программу провел Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копейн.